всем привет приветствую вас на нашем мастер-классе сегодня он посвящен плазовому покрытию покрытие называется Ace Base представляет из себя цветную скульптурную базу с очень хорошей адгезией база позволяет выполнять как наращивание так и укрепление натуральных ногтей Ace Base предназначен для того чтобы заменить уже цветного покрытия то есть это база достаточно ярких цветов с яркими цветными пигментами различными большая цветовая палитра можно на нашем сайте со всей этой палитры ознакомиться и посмотреть все оттенки в общем то можно сделать достаточно быстро укрепление либо удлинение своему клиенту исключив этап цветного покрытия база это гель-лаковая продукт является растворимым то есть базу можно работать как в формате коррекции при помощи опила также можно снимать ацетона содержащей жидкостью я подготовила один ноготок то есть по факту я сегодня выполняю коррекцию одного ногтя у нас не хватает длины и длину я хотела бы восстановить при помощи из бейса цвет выбрала номер 1 0 1 для того чтобы максимально по тону подобрать каким образом мы работаем подготавливаем ногтевую пластину выполняем при помощи евроклинсера обезжиривания здесь у нас все стандартно для дополнительного обезжиривания используем nail prep наношу на поверхность ногтевой пластины даю испариться на воздухе и следующим этапом буду наносить ультрабонд пока наношу ультрабонд ставлю акцент на том что sbs имеет очень хорошо адгезию она очень качественно прикрепляется к натуральной ногтевой пластине и в общем то не требует дополнительного покрытия базы то есть если вы видите что вас клиент ну прям очень проблемный или вы хотите максимально перестраховаться можно нанести базовое покрытие можно его не наносить я сегодня наносить покрытие базовое не буду обойдусь только ультрабондом сразу начну устанавливать форму устанавливаю форму одноразовая форма на липкой основе для удлинения свободного края имеет очень хорошую хорошую основу липкую и позволяет нам качественно зафиксировать форму форму устанавливаю по классической технологии здесь у меня линия гиппанифер слегка вытянутая поэтому я сделаю небольшое окошко углубление примерим форму посмотрим достаточно ли будет если что можно всегда подправить углубление я делаю для того чтобы максимально приподнять форму здесь у меня такие фактически квадрат с достаточно хорошим изгибом здесь арка конечно не 50 процентов от окружности как конкурсный вариант но она достаточно явно выражена поэтому мы постараемся бы восстановить сделать пальчик идентичный до идентичный подходящий по форме и соответственно форму я буду устанавливать с большим вздергиванием для формирования вот этой парочки в зоне свободного края из без это скульптурная цветная жесткая база позволяющая выполнять полноценное полноценное наращивание она но по большому счету да она предназначена конечно для укрепления мы не позиционируем это как альтернативу гелевому покрытию твердому гелевому но при желании удлинение совершенно спокойно можно этой базой выполнить устанавливая форму форму сдергиваю носик формы склеиваю нижние боковые части то есть она жестко но будет очень хорошо стоять в зоне свободного края и позволит нам такую длину сформировать устанавливаем форму разворачиваю сейчас выйду выйду немножечко из видео для того чтобы что я сейчас делаю я развернула пальчик клиента для того чтобы посмотреть на сколько форма стоит ровно относительно центральной оси ногтя сильное заужение я делать не буду так как мне нужно повторить максимально повторить форму на других ноготочках и далее при помощи из без нанесения базы без нанесения какой-либо подложки я набираю небольшое количество материала и выгружаю его в зоне свободного края если вы боитесь работать кисточкой с флакона сразу вот захожу немножечко на ноготок если боитесь сомневаетесь работать кистью с флакона можно проработку сделать при помощи более тонкой кисточки подходим можно взять линярную кисточку конечно материал достаточно жидкий да то есть это все таки база гель-лаковая соответственно консистенция вязкость у нее базы гель-лаковая более жидкой но прочность материала позволяет выполнить полноценное полноценное моделирование моделирование необходимо будет естественно делать в несколько слоев в один слой такую толщину конечно же не выложишь все зависит толщина у нас позволяется до позволительная скажем так толщина у нас зависит от вязкости материала таким образом выложила длину можно перевернуть центровать можно будет еще раз толщину продублировать несколько этапов и отправляю на просушку палитра цветовая достаточно широкая у нас выкраски нет можно так посмотреть и сейчас по раскручиваю очень красивые цвета они актуальны в летний период и в осенний то здесь можно подобрать и более яркие насыщенные и такие более спокойные варианты материал очень комфортно очень удобен в работе куда-то пошло вернись так можно нанести следом еще более тоненький слой я сейчас укрепление делать не буду просто с небольшим отступом от кутикулы протянул из бейс полностью по ногтевой пластине и по подложке для того чтобы зафиксировать свою конструкцию и для того чтобы можно было уже потихонечку приближаться к снятию формы в центре выложу толщину еще с подправлю ее по бокам можно конечно справедливо сказать ну зачем до мучиться там более жидким материалом если можно взять там твердый гель и например нарастить твердым гелем но мне хочется показать именно возможности материала то есть показать прочность материала и вы знаете вот мне например лично очень нравится как из бейс себя ведет как она держит арку поперечную как она стоит поэтому я вот не исключаю такого варианта и использовать его в качестве полноценного наращивания не обязательно делать такую большую длину удлинение может быть гораздо более скромным чем мы сейчас моделируем то есть если клиент сломал сломал один ноготок если клиент там сломал уголок уголка не хватает то совершенно спокойно при помощи из бейс можно можно эту длину восстановить почищаю боковую параллель и отправляю на просушку базу можно не использовать в качестве подложки так как очень хорошая гель и очень хорошее прикрепление к натуральному ногтю если сомневаетесь если хотите перестраховаться можно взять бейс гель лаковой системы и нанести в качестве базового покрытия я этого не делаю потому что скажем так большой уже опыт работы с этим материалом он себя хорошо показал так теперь нажимаю на форму и начинаю отделять от нашего удлинения форма сняла и дальше продолжаю выполнять моделирование мы скажем так на следующих пальчиков будем выполнять коррекцию коррекцию тоже буду из бейса моделировать специально взяла цвет такой максимально камуфляжный максимально камуфляжный если вы оставляете из бейс в качестве покрытия основного то есть и цветом уже перекрывать ничего не будете то можно конечно и взять линеарную кисточку можно подвести под кутикулу поближе до смоделировать то есть использовать уже и в качестве цвета мы будем выполнять полноценный опил мы будем дальше выполнять коррекцию и потом в дальнейшем уже у на своей модели я буду выполнять полноценный маникюр поэтому буду опиливать и в общем-то задачи сейчас подводить максимально близко под кутикулу у меня нет переворачиваю сцентроза можно обезжирить опереть и при необходимости еще достроить по поверхности еще раз повторю что вовсе не обязательно выполнять именно такое большое удлинение можно делать на меньшей длине я сейчас это делаю для того чтобы показать возможности непосредственно возможности материала время полимеризации две минуты полная просушка у нас происходит через две минутки цветовая палитра достаточно обширная сейчас покажу на сайте как это выглядит сейчас зайдем найдем с вами из бейс так база гель-лака база гель-лака здесь у нас новинки представлены наши новые и вот сразу буквально вы листаете то есть практически в первых рядах можем увидеть этот продукт из бейс в объем 9 миллилитров стоимость 900 рублей такие красивые варианты цветов то есть на сайте достаточно просто и легко этот материал найти готов просох я его обезжириваю сейчас сделаю такой черновой опил и потом уже в дальнейшем сравняю со всеми остальными ноготками сравню по длине видите достаточно много выложил хороший запал запасный опил пилиться и здесь фактически как вот гель то есть по плотности по твердости смотрите если варку посмотреть тут я на нее надавливаю она только чуть-чуть поддается и все то есть целом материал вообще максимально максимально-максимально жесткий пил выполняет белая пилочка 100 на 180 здесь у меня абразив сниму чуть-чуть толщину по поверхности конечно мне это толщины не хватит есть часа пилю и сверху выполнил еще разок укрепления видно да что база жесткая база по ощущениям она не резиновая то есть запилочка она не тянется пилится жестко как твердый гель и прочность у нее конечно просто обалденно еще хотелось бы отметить что ну вот по прочности из без и арочные ногти тоже или наращивала очень хорошую носительность имеет и хочу отметить то что этот материал прелесть этой базы заключается в том что на терпит косяки моделирования вот особенно для мастеров для тех кто только начинает для новичков очень хорошо этот материал подойдет так как он абсолютно терпи недостатком моделирования конечно смотрите речь не идет о наращивании если например вы выполняете укрепление натуральных ногтей на натуральной своей длине где-то чуть-чуть не доложили толщины то в общем то ногти будут все равно хорошо носиться за счет прочности такой хороший за счет жесткости материала если маникюр сделали на чистовую можно в зоне кутикул вообще не опиливать потому как при обезжиривании следующий слой у нас все равно хорошо ляжет максимально смотрите вот мы восстанавливаем даже чуть-чуть можно еще одну убрать пусть эта база нам позволяет полноценно при необходимости восстановить архитектуру искусственного ногтя пусть если вдруг ваш клиент один ноготок сломал это можно сделать и при помощи из бейс разворачиваю посмотрите какая арка получилось мы стремились к тому чтобы у нас была идентичность как и на других ноготках хочется показать что при при надавливании на базу мы видим что фактически ничего не меняется я под руками чувствую что есть некоторые некоторые амортизации на базе не гнется держаться нам будет достаточно хорошо после того как мы опилили можно убрать и при необходимости здесь у нас толщины немножечко не хватает то есть в апексе также можно добавить на всех пальчиках да вы работаете в конверном варианте там установили форму удлинения пока сушится работаем на следующем можно опилить смотрите вот на этом этапе например если у вас этого предполагается что-то уже будет вариант такой финишный можно опилить все ноготки и на данном этапе например доработать по маникюру если есть необходимость что-то в зоне кутикулы дорабатывать можно выполнить доработку по маникюру там прийти например ремовером потом в итоге убрать все следы опила поверхность обезжирить и уже как цветным покрытием перетянуть полностью весь ноготок по поверхности я по маникюру уже сейчас мы дорабатывать не будем так как еще с моей моделью работать не предстоит поэтому я сейчас пройдусь по поверхности поверхность выровняю здесь уже буду работать более тоненько с небольшим добавлением толщины именно в центральном придольном изгибе немножечко добавим для того чтобы . апекса у нас вырисовалась и уже такая поверхность была с более правильным изгибом очень хорошо сама выравнивается очень хорошо материал моделируется достаточно комфортно в работе ведь я прям линеарной кисточкой немножко добавила в центр и здесь уже можно выполнить выравнивание опять хотите делать это линеарка и хотите можно взять кистью свакона здесь уже зависит от ваше выживание при необходимости подтягиваем под кутикулу также можно перевернуть также можно сцентровать рекомендую к работе попробовать если вы еще не работали с этим материалом я уверена что он вам понравится работать достаточно комфортно эти базы сама выравнивается и на остальных пальчиках мы уже за кадром выполним коррекцию рассушиваем подытожить принципе достаточно быстро можно работать когда мы в конвейере конечно все происходит гораздо быстрее чем при работе с одним пальчиком можно подытожить из бейс это гель лаковая растворимая но при этом очень твердая база которая может выступать в качестве самостоятельного покрытия как альтернатива цветному покрытию то есть цветом можно не покрывать выбор у нас достаточно большой и цвета более яркие и варианты нюдовые то есть тут вариантов массы для работы имеет хорошую адгезию может использоваться в качестве самостоятельного удлинения свободного края и не требует нанесения и не требует нанесения базы дополнительной за счет того что очень хорошо прикрепляется к натуральному ногтю достаточно большую длину мы нарастили и при этом получили очень хороший такой носибельный вариант твердых и очень прочных ногтей при этом если клиент следующий раз захочет полностью материал снять это можно будет сделать при помощи растворения ацетонно содержащую жидкостью если у вас остались вопросы вы можете писать их в комментариях и мы с удовольствием на них ответим всем спасибо за внимание и всего хорошего до свидания